Здравствуйте, меня зовут Евгений Ширяев, и я нахожусь в очень красивом месте, это Троицкая площадь. Здесь гуляют люди, сидят, отдыхают, фотографируются. Но мало кто знает, что прямо здесь, где я стою, прямо на этом месте, прямо где стою, прямо здесь, отрубили голову молодой девчонки Марии Гаминтон. Как вы думаете, за что? По приказу, как вы думаете, кого? Сейчас я все вам расскажу. Еще раз об этом превосходном месте. В 1703 году в основании Петербурга была только Петропавловская крепость, Зайчий остров. Больше не было ничего. Болото, 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 еще болото, там болото, там вязь, там топи, там мупи, там пупи, там супи, там купи. Но нужна была площадь, это место стало центральным местом во всем городе Санкт-Петербурге. Все движения, медвежения, весь кайф, опен-эйры, торговля, парады происходило здесь. Потому что это была единственная площадь в Питере, буквально 300 метров от Петропавловской крепости. Почему Троицкая? Давайте сразу же этот конфликт уладим. Троица, Петровский собор был здесь построен, деревянное сооружение. И возле храма мы сделали эту площадь, где происходили все самые ништяковые тусичи города Санкт-Петербурга. Помимо развлекательных мероприятий здесь было еще на то время, скорее всего, тоже развлекательное мероприятие. Это казни. Вторая супруга Петра Первого, Екатерина Алексеевна, Екатерина Первая. Все мы ее знаем. Откуда мы ее знаем? Ну, во-первых, она была крестьянкой. Во-вторых, такая серьезная женщина. После смерти Петра Первого она стала императрицей. Одна из первых императриц всей Руси. Ребята. Наша Машенька была фрейлиной у Екатерины Алексеевны. Фрейлины – это молодые девки, которые не замужем и которые тусуются при императрице. Быть фрейлиной – это очень престижно. Тебе открываются дороги во многие края и места. Ты мужа себе можешь хорошего отхватить. Эту красотку заметил Петр Первый. Угубаемся, да? Петр Первый увидел Марию Гаминтон и говорит, ща-ща, подлигать сюда. И они начали встречаться. Конечно, они целовались. И никакой любви, никакой такой страсти и привязанности. У Петра Первого не было к Марии Гаминтон. Только физические утехи. Сами понимаете, я такие вещи тут в Ютубе показывать не могу. Естественно, у них был секс Нереальный секс, как говорят очевидцы того времени Ну и он! Только секс и никаких серьезных отношений Годик-полтора у них были все эти шуры-муры Потом Петр Первый остыл И как-то уже не очень хотелось ему ложиться в одно ложе Вместе с Марией Гаминтон Но Машенька тоже не терялась Она нашла себе ковбоя Это был денщик Иван Орлов Обычный парень Иван Орлов Которого также влюбилась Мария И с ней у нее был куролес Нереальный Но Мария любила Орлова больше, чем Орлов любил ее Ибо у Орлова еще была одна любовница Треугольненький, реально А Иван замутил с очень крутой дамой Того времени кликуха у нее была бой-баба Петр Первый сам так ее обозвал Звали ее Авдотья Чернышева И она была одна из серьезных любовниц Петра Первого Все знали, что она любовница Петра Первого И многие даже могли к ней подойти Чтобы через нее какие-то свои делишки наладить с Петром Она имела нереальную связь То есть она могла подойти к Петру Первому И сказать, братишка, там надо что-то Даже из царской семьи подходили к ней Чтобы порешать какие-нибудь моменты с Петром Первым Короче, вес она имела И у нее тоже были Шуры Мура с Иваном Орловым У которого были Шуры Мура с Марией Гамильтон А Машка-то была влюблена И тут тебе будет тянуть Мария Гамильтон узнает об этом И хочет сделать какую-нибудь гадость для Авдотьи Чернышевой И она пускает слух Как ее фантазия такое могла придумать, я не знаю Слушайте сами Она пустила в свет слух о том Что якобы Авдотья Чернышева Пускает слух о том Что Екатерина Алексеевна кушает воск И на лице у нее вскакивают всякие болячка Огромные прыщи, волдыри, жировики, чирики, писяки вскакивают Ну, скорее всего, с гноем Представляете? То есть она такую хрень придумала Узнает об этом слухе, конечно Екатерина Алексеевна И говорит, так, расследование Мне нужно точно знать Кто пускает этот галимый слух Мусора, опера, жандармы ФСБ, КГБ Все задействованы были в этом расследовании И вышли на Марию Гамильтон Под пытками в Петропавловской крепости В Кунсткамере Больше, чем уверен, это было Мария Гамильтон раскалывает И говорит, да, это я чушь, говорит, я Бесы попутали Тысячу раз раскаиваюсь о содеянном Расследование не останавливается Копают дальше И там целый букет Два раза Машка сделала аборт Как говорят очевидцы Она просила средства от запора И это средство от запора Очень хорошо помогало ее обесплодить А на третий раз не помогло средство это И она рожает ребенка И его утопила она маленькое дитё Есть служанка, очевидец того Как Мария Гамильтон утопила Маленького ребятенка Представляете? Ужас Метэкспертиза Милиция Полиция Там гвардия Насгвардия Жандармерия Все собрались Нашли у нее в квартире краденые вещи Сам Петр Первый с Екатериной Говорит, ну ёпп, макарёк Это же наши вещи Представляете? Рецидивистка конкретная Оказалась Мария Гамильтон Делает аборты Убивает своего ребенка Она еще и воровка И клеветак Клевечет, стрекочет, бормочет Те вещи, которых не существовало никогда 27 ноября 1918 года Петр Первый подписал приказ Девку Марью Гамильтон Что она с Иваном Орловым Жила блудная И была от него брюхата трижды И двух ребенков лекарствами Из себя вытравила А третьего удавила И отбросила За такое душегубство Так же она же У царицы государыни Екатерины Алексеевны Крала алмазные вещи И золотые черванцы В чем она с двух розысков Повинилась Казнить смертью 14 марта 1719 года Сент-Петерберг Троицкая площадь Казнь Марии Гамильтон Как рассказывают очевидцы В белом платье с черными лентами Шла по расистой траве Мария Гамильтон Наказит свою И отрубили голову После чего Подходит Петр Первый В грязи валяется башка Мария Гамильтон Он опускается на одно колено Поднимает грязную голову Так вот поднял И начал читать присутствующим людям Лекцию о анатомии Петр Первый Господи, кошмар какой Окончив он прикоснулся губами К побледневшим устам Которые никогда покрывал Совсем иными поцелуями Вы представляете Поднял бошку Своей бывшей девчонке Рассказал всем о анатомии человека Поцеловал Никогда теплое, а уже холодное Губье После чего Отбросил голову Перекрестился И пошел Своей освоясь Есть еще слухи О том, что вроде как Эта голова Была помещена в бутылку Там спиртом это залили И законсервированная Эта банка лежала В Петропавловской крепости Но это же все слухи Так же, как и эта история Это тоже могут быть слухи Возможно, троекратно Историки все здесь Изменили Переменили И доменили А возможно, этой истории Могло и не быть вообще Порой мы ходим По красивым местам Любуемся зеленью Желтизной Листьями Птицами Дорогой Цветами А история у этих мест Порой кровавая Жестокая И нашему разуму Уже не подвластная Можно просто остановиться Оглядеться Ментально вернуться На какие-то 300 С грошем лет тому назад И увидеть картину Как молодой Красивой девушке Отрубают голову Как император Петр Великий Берет эту голову В руки Целует Мертвые Холодные Белые уста Выкидывает эту голову В грязь А ведь Она могла быть Прямо здесь Там, где я стою Классно Классно спасибо с вами я евгений ширяев это канал негодяй тв я надеюсь вы придумаете какое-нибудь хорошее название этой передаче пишите в комментариях кто придумает хорошее название которое мне понравится с тем я спешусь и награжу его может 1000 рублей кину на телефон поможет 5000 рублей а может быть 3000 рублей 300 рублей или 680 рублей в общем пишите пишите как бы вы назвали эту передачу а там спишемся и по бабусикам договоримся спасибо всем до свидания и также друзья я приглашаю вас всех на мой второй канал который называется я ширяев в котором для вас я выпускаю каждую неделю выпуски из на этом канале раз в неделю и на том канале раз в неделю может быть что-то у вас зацепит вам понравится а если понравится пишите жека нам нравится снимай это еще и буду читать все ваши сообщения комментарии и думать о народу нравится нравится народу раз нравится народу тогда буду снимать и такое здесь есть контент на этом канале там на втором канале есть контент одни контент просто в инстаграме есть эти контент спасибо